Здравствуйте, дорогие друзья! Уже меньше чем через две недели начнется шивот, праздник дарования Торы. Медраж рассказывает, что при даровании Торы было три основных чуда. Воздействие, которое оказало дарование Торы, и речь Всевышнего, то, что пророки в следующих поколениях получили силу пророчествовать, а мудрецы раскрывать новые глубины в понимании Торы. Вторым чудом стало то, что голос при десяти речениях сначала разделялся на семь голосов, а потом на семьдесят языков. И последним чудом было то, что голос при даровании Торы не издавал эхо. И на самом деле нужно понять, в чем заключалось чудо того, что у голоса при даровании Торы не было эхо. Ведь известно, что Всевышний делает чудеса просто так. Итак, первое чудо, что от голоса при даровании Торы получили силу пророчествовать, пророки в дальнейших поколениях, мудрецы раскрывать что-то новое в Торе, говорит нам о том, что то, что раскроют нам пророки, и то, что дадут знать нам мудрецы, это не что-то новое, чего не было до этого, но имеет такую же силу, как при даровании Торы. Второе чудо, что голос разделился на семь голосов, а затем на семьдесят языков, говорит нам о том, что семьдесят народов, которым были даны семь заповедей Новыха, имеют силу, как при даровании Торы, и их тоже заключено желание Всевышнего. Так в чем же заключалось чудо, что у голоса при даровании Торы не было эхо? Эхо образуется таким образом, что когда голос выходит из своего источника, он отражается от определенных объектов, и таким образом образуется эхо. При даровании Торы голос не отражался от объектов, а проникал в них внутрь. Тем самым все объекты становились сосудами, чтобы теперь, впоследствии исполнения Торы и заповедей, могли раскрыть в них святость. Таким образом, урок, который мы учим из дарования Торы, что наше служение и, в первую очередь, изучение Торы должно на нас отражаться и иметь на нас непосредственное отношение, чтобы наша повседневная жизнь была в соответствии с тем, что мы изучаем в Торе. Продолжение следует...